Чувашская государственная сельскохозяйственная академия выбирает ректора. Специальная аттестационная комиссия Минсельхоза России, в чем ведение находится вуз, остановилась на трех кандидатурах из восьми. Это ныне ИО, руководитель учебного заведения Людмила Линник, исследователь и ученый, бывший ректор Академии Николай Кириллов, а также доктор наук, ученый-секретарь вуза Владимир Семенов. Выборы нового ректора стали последним шагом предпринятого Министерством сельского хозяйства. В декабре прошлого года приказа Министерства был освобожден с занимаемой должности прежний глава учебного заведения Николай Васильев. Новым назначена Людмила Линник. Бывший ректор с увольнением не согласился и обратился в суд с иском на само Министерство. Гражданское дело по иску Николая Васильева рассматривал Ленинский районный суд Чебоксар. Не проработавшие годы ректор сельхозакадемии Николай Васильев обратился в суд, чтобы восстановиться в должности. В апреле прошлого года кандидат биологических наук и заслуженный работник сельского хозяйства возглавил вуз, набрав 90% голосов на выборной конференции. А уже в декабре после приказа Минсельхоза России вынужденно уступил кресло Людмиле Линник, некогда руководителю Центра избиркома республики. Формальным поводом для прекращения трудового соглашения стал злополучный рейтинг эффективности государственных вузов, проведенный Министерством образования и вызвавший неоднозначную реакцию в обществе. По итогам этой оценки, сельхозакадемия вошла в список вузов с признаками неэффективности, что вменили в вину ректору. Сам Николай Васильев не считает это весомым основанием для расторжения контракта. Я приступил к работе 26 апреля 2019 года и не мог повлиять на действия 2011 года. Поэтому я не могу отвечать, где цифры были. Но по некоторым показателям мы не дотянули до тех цифр, которые должны были. Исходя из этого, наш вуз был признан с признаками неэффективности. Хотя, должен заметить, по этим же цифрам данный вуз включен в государственный реестр ведущих образовательных учреждений России. То есть не совсем понятно, как назабрание Минобразования России подходит к этим критериям. Кадровая перестановка в вузе вызвала общественные резонансы. Протест выразила часть студентов. Их поддержали агрария Чувашия. В защиту Николая Васильева они собрали подписи и направили обращение в адрес президента страны Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Просили вмешаться и разобраться. Мы просто выражаем свое мнение. Мы не согласны с тем, что произошло. И хотим хоть как-то на это влиять. Николай Васильев полагает, за действиями Минсельхоза стоят несколько иные задачи, какие именно не конкретизировал. Представитель отраслевого министерства комментировать позицию в камеру не стал, заявив, что сделает это на самом процессе. К слову, он проходил открыто, только видеосъемку заседания все же запретили. После почти двух часов заседания судья Елена Шопина огласила решение. Бывшему ректору было отказано в удовлетворении иска. Мотивировано решение судьи появится через несколько дней, после чего подавшая в суд сторона определится, будет ли обжаловать это решение. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика.